Подготовка прибывших в Россию солдат армии КНДР проходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке страны-агрессора, сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной обороны и безопасности Украины. Отправленным пьяньяным солдатам предоставляют амуницию, постель, зимнюю одежду и обувь, средства гигиены. На российских полигонах северокорейских солдат обучают использованию военной техники, в частности, беспилотных систем. По оценкам российских инструкторов, северокорейские военные обладают отличным физическим и моральным духом, но им не хватает понимания современных боевых действий, таких как атаки беспилотниками, поэтому может быть много жертв, если они будут развернуты на линии фронта. За каждого военного Россия платит около 2000 долларов в месяц, пишет информационное агентство ЮНХАП. При этом средняя месячная зарплата в КНДР по состоянию на 2022 год составляла от 1 до 3 долларов. Вероятно, большая часть российских денег не доходит до северокорейских военных и их семей, а остается у властей КНДР, которые скрывают от собственного населения переброску военных в Россию. Есть признаки того, что власти Северной Кореи перемещают и изолируют семьи военных в определенном месте, чтобы эффективно контролировать их и тщательно пресекать слухи. Пхеньян планирует подготовить около 12 тысяч северокорейских военнослужащих к ноябрю. Часть из них Москва уже отправила под Курск, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Через некоторое время Россия планирует привлечь северокорейских солдат к боям на направлениях Мартыновка, а также Ново-Ивановка, Малая Локня, говорят в Центре противодействия дезинформации. Силы обороны Украины контролируют часть Курской области уже более двух с половиной месяцев. Армия страны-агрессора не единожды предпринимала попытки вытеснить ВСУ из региона, безуспешно в том числе из-за нехватки личного состава. Теперь Кремль пытается увеличить свои силы в Курской области за счет северокорейских военных, замаскированных под Бурят и Якутов. Силы, вероятно, слишком малы, чтобы переломить ход войны, поскольку Россию нужно будет удвоить свой 50-тысячный контингент под Курском, чтобы вытеснить украинские войска и провести новую волну мобилизации, чтобы достичь больших успехов вдоль линии украинского фронта. Северокорейское подкрепление приходит на фоне признаков того, что Россия пытается пополнить свои силы в условиях огромных потерь в Украине, которые, по оценкам западных официальных лиц, составляют более 600 тысяч убитыми и ранеными. Из публикации Financial Times. Как только солдаты из КНДР будут задействованы в боевых действиях против Украины, они станут для ВСУ легитимными целями, отметили в Белом доме. Если они действительно будут участвовать в войне против Украины, они законные цели, законные военные цели. И украинские военные будут защищаться от северокорейских военных таким же образом, как они защищаются от российских. Военные из КНДР не должны бессмысленно умирать на чужой земле. Такое сообщение на корейском языке появилось на интернет-платформах проекта под добровольной сдачей в украинский плен «Хочу жить». Там напомнили, что Украина исполняет нормы международного гуманитарного права, независимо от национальности, вероисповедания и идеологических взглядов пленных солдат. Валерия Никибелова для телеканала «Фридам». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!